Находятся в объединении, находятся в группе, в десятке, неважно, борются с эго, которое каждый раз одолевает, и каждый раз хочет разделить их, как бы это сказать, и привести к ссоре, заставляет ссориться, и борется, и видит, что невозможно больше это выносить, мы ничего не достигаем, как сказано, вскричали сына Израиля от работы. Все, что они делают, от этого только желание насладиться растет. Это называется городами питомиром Рамсес. Что делать дальше? Нечего делать, только выйти из него, подняться над ним. И тогда молитва достигает Творца, и сказано, услышал Творец их крик, Высший Свет приходит таким образом, что дает человеку какую-то возможность подняться над эго. И когда поднимаются над эго, объединяются своими искрами, которые в них, это называется, что они соглашаются быть единым человеком с одним сердцем. И тогда внутри этих искр, в объединении этих искр, в объединении искр, начинают получать свет, возвращающий к источнику, а эго остается снизу или вокруг их. Но мы еще выясним, в чем разница. И тогда это называется, что они стали народом, когда объединились вместе, и создалась в них новая основа этого объединения. Как у остальных народов основа материальная, у этого народа основа его объединения искр, основа духовная. И тогда они начинают развиваться. Теперь они могут начинать использовать свое эго, того самого фараона, который как бы сопровождает их дальше, во всем этом процессе, 40 лет странствования по пустыне. И начинают его использовать, освящать его, берут эти желания и превращают их в намерение ради отдачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова